мир вам здравствуйте дорогие братья и сестры на пятой седмице великого поста святая церковь торжественно прославляет святую богородицу и вот эта суббота называется субботой похвалы божией матери пресвятую богородицу мы почитаем и накануне в пятницу вечером служится служба с акафистом это такая считается торжественно поется и разбивается на несколько частей и перед разными иконами божией матери становятся священники и воспевают святую богородицу этот праздник издревле известен нам самых можно сказать первых веков христианства в константинополе это было в седьмом веке во времена императора ираклия благодаря энергии патриарха сергия его молитвам его духовному подвигу был спасен константинополь от завоевателей жестоких от варваров от персов агарян от русов которые хотели разграбить город и вот этот святой патриарх с иконой божией матери в руках ходил по стенам града константинополя с молитвой и и духовенство вести с ним и призывали помощь пресвятой богородицы потому что в православном мире известна великая сила и заступничество святой богородицы действительно вот эта милость божия явлена была над градом константин над константинополем и осада была отражена и вот в память об этом событии пресвятую богородицу особо прославляли и на руси этот праздник также прижился также люди полюбили этот божий праздник и теперь мы его всегда ждем с особой радостью с особым трепетом представь богородица она при жизни всегда была очень скромной мы вообще о ее жизни мало что знаем и вообще мы они практически ничего не знаем до выход на проповедь иисуса христа и она ведь вместе с женой мироносием всегда следовала своим божественным сыном и слагала как говорит священное писание в свое сердце все что было ибо ей было много открыто она знала назначение ее божественного сына и поэтому конечно же ее сердце скорбела ее сердце терзала боль от того что она стояла при кресте господнем и она знала что эта жертва будет принесена иначе быть не может потому что иисус христос ради этого и пришел в этот мир и поэтому зная какую боль какую скорбь пережила святая богородица мы знаем ее любовь к нам ее сочувствие и ее помощь поэтому каждый человек который в жизни испытывает какие-то скорби печали он может надеяться на всесильное заступление божией матери которая знает как мать знает как любящий человек страдания и всегда своею любовью утешит поможет защитит укрепит и вот и из истории это уже известно когда в минуты грозной опасности призывали имя божья матерь она являлась и помогала вот как вот и в этом случае который мы в самом начале сказали великий пост это время особенное и это время сугубо посвящено покаянию очищение обновлению человека и уместно здесь конечно же призвать и вот эту всесильную помощь святой богородицы бы кто услышит молитвы вернее кто донесет эти молитвы скорее и ближе господа иисусу христу как непречистая дева конечно же она превыше херувимов и серафимов она находится у престола божия и поэтому все наши моления обращенные к ней тут же становятся известными господу и она незамедлительно сама придет на помощь из священного предания мы знаем что святой богородицы даже и на небе не бывает потому что она по земле ходит и ищет кому нужно оказать помощь вот поэтому всегда мы должны прибегать к помощи пресвятой богородицы в этот день святая церковь облачается в голубые одежды священники одевают голубые ризы престол жертвенник завес церковная все украшаются в голубое и этот цвет он как раз и является цветом богородицы он символизирует цвет неба цвет чистоты поэтому призываю благодать божьей матери как заступление свою жизнь под наши мысли наша душа должна быть вот такой вот чистую как небеса и тогда если вот наши стремления будут такими добрыми если покаяние наше будет искреннее то святая божья матерь будет с неба глядеть на нас радостью и помогать нам во всем время великого поста оно сугубо посвящено покаянию без покаяния нет вообще жизни нет без покаяния потому что покаяние это изменение человека в лучшую сторону когда человек признает свою неправду когда человек желает не навязывать свою волю другому а с любовью исполнить просьбу ближнего своего то неизбежно в таких отношениях воцаряется мир и причем этот мир будет мир божий мир который основан на любви на доверии на прощение вот время великого поста это время когда человек призван думать о мире который должен воцариться в его сердце этот мир должен быть с богом и должна быть чистая святая жизнь этот мир должен быть с ближними чтобы не было обид и вражды этот мир должен быть внутри в помыслах тогда такой человек будет блажен то есть счастлив и вот это вот святое блаженство это счастье оно возможно только тогда когда человек избавился от греха то есть убрал из своей души все что ему мешает и вот в связи с этим деланием вспоминается и мария египетская которая в жизни своей сумела вот этот идеал покаяния воплотить и развить ну наверное до максимальной степени потому что она стала святой и эта святость была очевидна жила она в шестом веке и родом происходил за из александрии ныне это территории египта святое житей говорит о том что она с 12 лет ушла из дома бросила своих родителей и стала вести блудную жизнь это очень горький поступок и нарушение заповеди о почитании родителей нарушение заповедь не прелюбоса творим но дьявол соблазнил вот эту девочку и она пошла по как бы мы сказали по грешному пути не было человека который бы наставил ее вразумил да она и слушать никого не хотела и вела грешную жизнь вот однажды она услышала что отправляется корабль в святой город в константинополь и там будут паломники эти паломники будут путешествовать и по святой земле и они будут поклоняться великом святыне и она решила сесть на этот корабль с паломниками но не ради святыни не того что а ради для а для того чтобы просто покататься на корабле чтобы путешествовать и вот ведя такой вот грешный образ жизни она добралась до святого места и захотела зайти потом ради праздного любопытства в храм божий и и было очень много народа был праздник праздник был воздвижение креста господни и мария вдруг почему-то вот не смогла подняться по ступеням в храм она почувствовала что какая-то неведомая сила ее отталкивает сначала она не придала этому значения она была сильной девушкой поэтому она старалась изо всех своих сил пробиться туда но потом она поняла что это не просто толпа а это какая-то сила в этом храме который ее туда не пускала и вот она была поражена этим из трех попыток у нее ничего не получилось и вдруг она увидела икону божией матери и встретилась взором с пресвятой богородицы и услышала она внутри себя голос призывающий к покаянию и вы знаете произошло такая вот такая перемена то есть не было человека который бы и рассказал даже паломники которые шли в храм божий ни у кого из них не нашлось доброго и святого слова для нее а вот святая богородица обратилась к ней не со словами а с кротким упреком взор от иконы божией матери коснулся ее сердца и она вдруг осознала всю неправду и скверну своей жизни и в этот момент произошло как бы перерождение марии она раскаялась в содеянном грехе это покаяние было на уровне мысли она еще не дошла до священника не при не встала перед крестом и евангелием чтобы покаяться она только лишь в мыслью своею решила не буду более грешить и вдруг она почувствовала что сила которая препятствовала ей войти храм исчезла и она спокойно вошла в храм приложилась к святыням исповедовалась грехах своих и был ей голос иди за иордан там и спасешься и вот святая можно сказать уже мария потому что ведь господь и намерение целует и поэтому когда человек уже измыслил жить свято это человек уже другой если вчера он согрешил а ныне он желает умереть за господа этот человек уже праведен остается только воплотить это в жизни вот она воплощает идет за иордан в пустыню и там начинает свой подвиг очищение мы знаем что 17 лет она провела в пустыне первые 17 лет в тяжелейшем мучении она сама рассказывала об этом позже старцу засиме который вышел к ней вышел в пустыню там ее случайно встретил она рассказывала что в течение первых 17 лет ей очень было тяжело она вспоминала вкус мяса вкус сладкого вина который она любила вспоминала веселые песни и все это ей очень хотелось заново вернуться в эту жизнь настолько вот это было глубоко в ее сознании но в пустыне не было ничего палящее солнце жара днем ночью страшный холод и в таком состоянии она пребывала смиряла свое тело и плакала о том что она тяжко грешила но затем вот когда вот этот труд покаяния был исполнен в ее сердце уже пришла радость она уже не испытывала голода она не испытывала влечение к прежним страстям и сладким удовольствием она питалась сладостью божьего присутствия то есть господь ей открылся и давал ей такую радость такую теплоту что она была счастливой то есть находясь вот в этой пустыне не видя никого кроме диких зверей палящего солнца она обрела мир душевный и святость никто бы никогда об этом не узнал но по промыслу божьему один из монахов в пустыне ее встретил и вот она поведала ему о своей жизни интересно то что вот полностью житие этой святой вычитывается на пятой неделе великого поста и эта служба называется стояние марине марии в этот день в среду вечером вычитывается полностью вот этот длинный великий покаянный кану андрея критского и на этой же службе полностью учитывается житие этой святой очень бы рекомендовал всем в полном объеме почитать это житие святой марии потому что в нем очень много поучительного самое яркое на что мы можем обратить внимание это конечно же то что святая мария по имени назвала старца засиму никогда прежде его не видя что она молилась и во время молитвы старец засима видел как она поднялась от земли на локоть он даже испугался думал не дух ли перед ним а мария читала его мысли и говорила не пугайся я не ангел я просто грешная женщина которая молится господу и вот такие моменты ее жизнь они свидетельства о том что господь ей даровал особое знание более того с мария святая цитировала священное писание и за старец засима будучи ученым монахом он говорит кто же научил тебя знанию священного писания она говорит поверь я ни одной книги не прочитал а то что говорю бог не открыл то есть вот вся ее жизнь которая проявилась о которой узнал старец засим она была действительно чудесным явлением но парадокс заключается в том что она была блудницей а церковь воспевает ее как святую и непорочную то есть господь ащеизволит и изменяет естества чин то есть он может убелить и очистить то что некогда было скверно поэтому как великий образец подражания как великий образец чистоты и святости мы ныне просвет про прославляем святую преподобную мария египетской говорим преподобная мать и мария моли бога о нас великий пост это особая пора в жизни христиан посещение богослужений в это время крайняя необходимость для искренне верующего человека особенно важно молитвенно поучаствовать великопостных богослужениях пассиях именно во время этой службы мы можем почувствовать как страдал наш спаситель господь иисус христос во время своих крестных мук и на этом фоне увидеть насколько порой малы и ничтожны наши жизненные неурядицы на которые мы привыкли сетовать в градосимбирском вознесенском кафедральном соборе каждую пассию вечерню с чтением акафиста божественным страстям христовым и евангелем о страданиях господа совершает митрополит симбирский и новоспасский иосиф а щи подоша на земли но по всем связавши тя ведоша на судище акафист страстям христовым это удивительное глубокое церковное творение написано выдающимся иерархом русской православной церкви святителем инокентием борисовым архиепископом херсонским в этом акафисте содержится много высоких мыслей которые наполняют наш ум и сердце давай понять что значит для нас страдание господа нашего иисуса христа и сегодня мы вспоминая окрестных страданиях господа и спасителя должны напомнить себе что эти страдания за каждого из нас и каждый раз когда дьявол искушает нас понуждая совершить греховное деяние мы должны помнить какой ценой заглаживается это деяние все наши грехи заглаживаются ценой страшных страданий господа и спасителя нашего иисуса христа в воспоминании крестных страданий спасителя на пассиях поочередно прочитываются главы о страданиях господа из всех четырех евангельских повествований все приближается час и сын человеческий предается в руки грешников пассия завершается колено преклонной молитвой затем каждый кто пришел на это особое богослужение преподает к распятию господа нашего и спасителя того кто даровал нам грешным людям общее воскресенье наталья шуплецова симбирская митрополия здравствуйте возлюблен господи братья сестры к нам поступил такой вопрос что такое общая исповедь в храме насколько она действительно ну общие исповеди они у нас проводятся великим постом когда много православных христиан говеют держат берут на себя подвиг поста и многие стараются христиане почаще исповедоваться причащаться в храмах и количество верующих людей в этот период времени она удваивается и с практической точки зрения чтобы мы устраиваем общую исповедь вот где священника перечисляет основные грехи и это исповедь считается такой же как и частный исповедь поэтому это делается сказать с практической точки зрения по традиции общую исповедь мы проводим великим постом на первой седмице великого поста и на страстной седмице вот перед великим четвергом потому что все хотят причаститься святых тайн христовых и у нас очень приходит много людей много верующих христиан которые готовятся чтобы причаститься святых тайн христовых и священнослужители проводят общую исповедь где зачитываются основные грехи перечисляются священник зачитывает молитвы и потом произносит краткую проповедь перечисляя грехи основные грехи где кающиеся люди православные христиане так сказать каются перед священником вот ну если у кого-то возникает какие-то может быть какие-то вопросы частного характера то можно потом подойти к священнику и также поисповедоваться отдельно здравствуйте нередко нас спрашивают зачастую в лике святых канонизированы несколько человек носящих одно и то же имя все ли святые с одинаковым именем являются небесными покровителями одного человека или следует выбрать кого-то одного из них и как тогда этот выбор сделать важно понимать что у христиан не существует канонически закрепленного то есть жесткого закона о наречении имени новым христианам существуют только традиции обычаи рекомендации и таких традиций несколько в разных народах они свои и в разные времена даже среди одного народа эти обычаи видоизменялись кто-то дает имена детям в соответствии со святцами то есть с перечнем имен святых на день памяти какого святого выпал день рождения а иногда день крещения малыша то это имя ему и присваивали иные же называли своих детей в честь особенно почитаемого или любимого в семье святого как бы далеко день его памяти не отстоял от дня рождения или крещения малыша в некоторых странах вовсе отсутствует понятие небесного покровителя отдельно взятого человека а существует понятие святого покровителя целого рода и в таком случае имена детям дают произвольно исключительно по желанию родителей если речь идет именно о выборе святого с чьим житием и судьбой а мы хотели бы связать свою жизнь и свое имя храм в честь рождества христова в поселке мостовая по мнению историков самый старинный в нашем городе сожалению многие горожане знают о нем не так много а некоторые даже и не слышали поэтому именно с него мы решили начать наш совместность епархии проект храма земли симбирской самом начале когда основано было село мостовая слобода здесь стояла деревянная церковь рождества христова однопрестольная деревянная церковь она простояла практически полторы сотни лет а позже в самом начале 19 века здесь был построен однопрестольный каменный храм рождества христова и служил здесь священник отец михаил михаил гаврилович малиновский свою дочь александру отец михаил выдал замуж тоже за отца михаила лебедева это была счастливая семья у них родилось семеро детей но самым главным детищем для отца михаила лебедева стал этот храм здесь он открыл первую церковно-приходскую школу публичную библиотеку очень много книг отдал из собственного дома возглавил общество трезвости села в 1891 году отец михаил перестроил храм однако колокольню не тронул она осталась в первозданном виде с 1804 года сам храм стал трехпрестольным теперь здесь три алтаря в ряд каждый престольный праздник проходит служба в том пределе который посвящен именно этому празднику слева у нас предел казанской божьей матери справа николай чудотворца и главный предел храма называется рождества христова христа рождественский храм 30-е годы прошлого столетия когда начались богоборческие гонения храм был закрыт пострадали и его священнослужители сам отец петр юрьев был расстрелян в тридцать седьмом году арестован и расстрелян а его сын петр юрьев тоже был репрессирован отсидел в темниковских лагерях мордовии его жена работала в больнице у известного врача григория ванча сурова он был верующим человеком похоронен у нас на воскресенском кладбище и жена игоря петровича ездила к своему мужу в лагеря а врач суров так и составил ее дежурство чтобы она могла это сделать но никто чтобы об этом не знал позже из храма сделали зернохранилище а потом он долгие годы стоял пустым ветшал и рушился его возрождение началось когда приехал в нашу симбирскую епархию преснопамятный владыка прокл в 1 1989 году но основательно к его восстановлению приложил усилия настоятель этой церкви протеерей владимир быков он был направлен указом владыки прокла на служение в храм в честь рождества христова в 1 1991 году при нем церковь обрела новую жизнь получила второе дыхание такого благолепия конечно не было тут были голые стены расписано все кругом даже здесь что пола не было вообще служили буквально казанском пределе так вот огорожен было там неверка такая была маленькая туда заходили и вот там стоял буржуйка она топилась это самый дровами там все и вот так отогревались немножко и так проходил богослужение по словам отца владимира только с божьей помощью и благодаря большим стараниям прихожан храм стал возрождаться храм до сих пор восстанавливается этим летом удалось отреставрировать несколько фрезок теперь со стен на прихожан смотрят ожившие лики святых напоминая нам о многовековой истории храма а 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 Продолжение следует...